Здравствуйте, это канал Максим Мадзе и сразу для того человека, который меня постоянно в комментариях просит снять мод. Во-первых, у меня сейчас учёба, она отнимает время на видео. Во-вторых, я решил, что ничего другого не будет, пока я вот эту игру не пройду до конца. Ну, тут совсем немного осталось, так что я думаю, вы потерпите. Ладно, мы продолжаем играть в GTA 4 про почти обречённые. Это, по-моему, пятая серия. Да, пятая серия и сегодня мы что будем делать? Будем работать на Элизабету Торрес. Далековато она, конечно же, живёт, но думаю, доедем. Вчера, позавчера не было видео, как раз таки, из-за учёбы. С утра до вечера учись. Так что, что тут поделать-то? Учёба важнее, чем видео. Но всё же, мне прислали два мода, короче, на игру «Как достать соседа». И я оба обязательно сниму, обязательно будет. Вот когда вот эту вот игру пройду, надеюсь, что завтра тоже будет видос по этой игре. Постараюсь сделать, по крайней мере. То обязательно будет. Будет обязательно. Обязательно оба мода будут. Наверное. Блин. Не знаю, какой мод сначала начать. Тот, который постоянно просит меня, или тот, который раньше прислали. Подумаю. Ладно, в общем, давайте я доеду уже до конца. Чика-чика. Дорожный налог. Знаешь, Чико, придержи коней, куда собрался? Говорю же, придержи коней. Отвали от него, ты козёл без мозга. Ты сам не видишь, в чём разница между нормальным парнем и Тарчиком. Прошу прощения за Андреса. В этом городе с огнём сыщика нормально вынесешь. Это моя работа. Ооо, как сам Джонни. Воплотим мечту в жизнь. Мне казалось, что вам пропащим байкерам в голову такое не приходило. Я тебе на спортбайках, вы на чопперах. Гляжу на вас двоих и всё не могу понять. Безумный город. Безумные времена. Лиз. Упадок продолжается. И плохо влияет на экономический климат. Приходится идти на компромисс. Вот, Мальк, это мой компромисс. Да пошёл ты нафиг. С моими яйцами тебя компромиссы, щи. В нас мирное время. Людям всегда нужен наш товар. Им понадобится ещё больше товара, когда они потеряют работу. Ладно, я понимаю. Всего до делов проследить, чтоб копов не было. Именно так, парниш. Нужно показать одним вором и доносчиком, что я нормальная. Охрану на мосту подкупили, чтобы тебе пропустили грузовик. Вам надо будет отправиться туда и порвать кое-кого на тряпочке. Понятно? Да, конечно. Давайте, идите. Ладно, мир тебе. Чего мы ждём? Автобуса, да? Андрес! Следи за языком. Займись ты полезным делом, убей это всё. Ладно, ладно, только мне знаешь, что мне резиновые платочки нужны. Лучше будет взять машину, брат, пойдём. Можно договориться, что твои ребята подогнали байк туда, да? Пользуйся, Джонни. Э, моя машина исчезла. Да, нет, Терри Клеи мне сейчас не нужны. Турникета. Что за срань ты? Думал, гнать на меня, прилить, забыть тебя? Да, я думал, ты переживёшь. Я-то в лёгкую переживу, просто она суровая женщина. Я не хочу, чтобы она меня считала дебилом. Жалко. Ну, ты не это докажешь тогда без напора. Да пошёл ты. О, это серьёзная пушка, Амигу. Её называют машиной для подметания улик. Верно подмечена, она продырявит любого козла, которому хватит ума стоять по ветру от нас. Ой, дорогуша, всё прекрасно. Я сейчас всё улажу, нам надо прорваться. Ты что, шутки? Что я здесь думал? Ты движение сдерживаешь. Да, мы тут типа спешим, да. Всё нормально, дыши, ровни. Ты задерживаешь движение. Вспомни на курсах, чем учили. Пропустишь нас уже, а? Нет, мелочи, дальше не едешь. Таковы правила, не я их придумал. Выходит, ты что, мне теперь разворачиваться, да? Слушай, я вернусь и привезу любую мелочь, какая будет нужна. Просто дай нам поехать. Счета мои оплатишь. На стол накроешь, да? Да, разворачивайся. Смотри, какая милая. Не тормози, двигай давай отсюда. Ладно, это был за наш счёт. О, спасибо, ребята. Дорогая, всё будет в порядке. Только держись. Так, ладно, за дело. И почему все парни, кто сидит в маленьких будках, носит униформу, а? Козлины полнейшие. Так, ребята, автоколонна на подходе уже. Нам нужен только груз. Блин, надо в своих не попасть ещё. Надо украсть этот бургончик. О, и вот эта пушка. Офигенный. Один остался сейчас у него. Развлекаешься, Малик, да? А, ну, разумеется, да. Ой, он сейчас бомбанёт. Надо валить отсюда, нафиг. Садись быстрее, пока я не бомбанул грузовик. Ну, чё ты копаешься? Давай, залезай скорее. Ой, тупица ты. Садись быстро. Ой, блин, как так можно, а? У нас есть гаражпойнти, поехали. Да, это единственная миссия, в которую можно сесть вот в такой фургон. У нас по-прежнему бьётся сердце пропащей, никуда не делись. Просто мы не лезем на ТВ и так далее. О, с этим золотым ящиком мы как-нибудь переживём кризис мирового рынка. Да, Мальки, я надеюсь, что мы с тобой, с Лиз, сможем достаточно удержаться на воле, чтобы им насладиться. Ну всё, бывай. Интересненько, интересненько, как-то вышло. Джонни, ты избавился от этого мотоцикла и пригнал грузовик? Да, только вот ехать на нём всё равно, что на старом ведре. Если тебе интересно, я оставил его в гараже, о котором ты сказал. Сам грузовик пофигу, а вот то, что внутри него, другое дело. Я пошлю Андреса, чтобы он проверил. Андрес? Вот это вот. Существует некая теория, что этот Андрес тот же самый человек, что Андрес Санчес в GTA 5, но я считаю, что это скорее всего не так. Хотя, общий момент и есть. Такси бы поймать, я бы хотел сейчас, только вот я ни одной машины не вижу. Подруга просила рассказать всем о службе такси, которой владеет её приятель Белик Enterprises. Вот телефон. Да. Я пробовал на этот телефон позвонить, и это ничего не дало. Канал «Чего хочу, то и врачу» это канал двух моих друзей. Пацаны снимают различные видео про свою жизнь. Что тут у нас вообще есть? Два дурака, кусок курицы, на что готов мужик, куча видео кидать спиннинг, в общем, новосибирский аквапарк. В общем, пацаны снимают о том, как они живут и видео у них довольно интересные. Подписывайтесь обязательно. Ссылочка в описании. Опа, это знакомое лицо, блин, стоит. Джонни! Джонни Кей! Эй, я тебя просил свалить из города. О, я свалил, я был как призрак. Правда, Джонни? Да, ты пять минут сидел, будто в штаны наложил. Я сказал, чтоб ты не возвращался. Да ладно, друг, ну не надо так, мы все нервничали. И знаешь, я принял неверное решение. На самом деле, Джонни, ты же мой друг, не так ли? Да ты был мне, как брат, Брайан, но ты теперь все просрал. Да брось, друг, несправедливо. И честно, вот оно что. А люди, в котором гибли говно, которым мы все очутились. Что вы сбили ведоносчики, Это часть игры, да? Пошел ты нафиг, Брайан. Да, друг, было все не совсем так. Это Билли облажался. Но я-то хороший солдат, я только служил за командира. Да, убивал своих друзей. Да, все вышло из-под контроля, чувак, ты моя семья. Да пошел ты нафиг с моих глаз. Пойдем, я знаю одного человека, который нам поможет, Билли. Он приказывал мне, мне очень стыдно. Я должен излить душу. Пойдем, пошел нафиг, Брайан. Я помогу тебе спасти клуб. Серьезно. А потом уеду. Ладно. Облажаешься, я сам тебя прикончу. Запомни это! Не отставай, Джонни. Я знаю одного человека, который поможет нам. Братан, 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 я тут встретил Джонни Кея. Да, мы сейчас подъедем. Давно не видели, Джонни, с тех самых пор, С тех пор, как ты приезжал тогда. Да, спасибо, друг, я просто тронут. Да, ты такой же шутник, Джонни Кея. Куда ж ты меня ведешь? Интересно. Ты ныти говеный, конечно, блин. Блин, что-то мне кажется тут не так. Может, тебе стоило пришить, а? В тот раз. Блин, и как только Билли с тобой ухаживался, а? Ха-ха-ха-ха! Не ожидал, да? Попался, клебец-перец. Вот теперь ты, Брайан, не уйдёшь. Теперь я тебя ни за что не пощажу. Брайан, ты козёл дурацкий. Ты сдохнешь. Где ты? Ну и где же он? Дебил, блин. Дебил, зачем я поверил? Догадывался, что он подставит меня снова. Блин, а мне нечем стрелять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никакой пощады теперь тебе не будет, мой друг. Гори-гори ясно, чтобы не погас бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гори-гори я не слышал, что ты там бормочешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, спокойно. А, это ты? Так, секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, всё, что тебе нужно, это пройти через таможню, и ты на свободе. Да, да, скоро увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не переживай из-за моего друга Джонни, он страшный, но он не кусается. Андреас! 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 С какой-то стати, тебе плачут за охрану, а ты ничего не делаешь. Я был на кухне. Мне не нужны твои оправдания, а ну иди назад на кухню. Господи, ты боже мой. О, привет, Джонни. Да? Хорошо повеселиться с парнями на кухне, да? Эти мужики на мотоциклах. Ну, конечно, зачем надо было так шпарить по этому комбою, а? Труды едва положительно кусаются. Да, ты думаешь, что давно не... Я бы давно не пристрастился. Я тут главное. Да, ладно. Люди любят тебя, но гораздо чаще ненавидят, так ведь? Да, ты начинаешь говорить как Билли. В этом грёбанном мире матчу тебя будут ненавидеть только из-за того, что ты женщина, да? Будут ненавидеть, потому что ты не отсюда. Кретины безмозглые думают, что латинос в этом городе нифига не решают. Когда ты важная шишка вроде меня, без жимуриков не обойтись. Ладно. У меня было трудное детство. Один мужик пытался поиметь меня, когда мне было 14. Я скормила ему собственные яйца. Просто хочу сказать, что тебе не мешало бы ограничить потери. Когда я прикончила того козла... Помню, Тарико. Ни один мужик меня не трогал. Я не говорю, что все мужики плохие. С чего я трижды замужем-то была? Ладно, давай уже за дело. Ладно, поезжай и встреть мою девчонку Марту. Она только что прилетела на самолёте Адиос. Как думаешь, это местечко нормально выглядит? Так сложно навести здесь порядок после вечеринки этих козлов. Да, ей понравится. Андрес! Да. Ты пропустил пятнышко здесь. Да, ладно. Иди подушки там сбей тогда. В аэропорт наркокурьера забрать. Блин, аэропорт далеко. Ладно, в общем, сейчас мы до него доедем. Чик-чик. Блин, аэропорт наркокурьера забрали. Что? Что? Эй! Будешь американский т***, когда в тюрьму попадёшь? Вонючие наркокурьеры редко бывают симпатичными. Это будет весело. Эй! Не знаю, как тут у вас, но в той Америке, которой я не депортирую, я верю. Да, всё, тут работаю, девки. С коксом, да? Минуточку. Тебя зовут Марта, да? Ты пойдёшь со мной? Давай, пригнись. Ой, сейчас копов будет. А, не только копы, тут и Афайбит тоже. Терри, нужно подкрепление. Да, блядь, для брата пропальщик всё, что угодно. Чет, щет, 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 бомбанёт, щет. Хорошо, что так синяя взорвалась. Ой, многовато их чудово совсем. Так, надо ещё одну бомбу бросить. Ещё и вертолёт там летает. Чё ты там бормочишь? Не высовывайся. Эх, это для ближнего боя оружие. Оно не годится для... О, попал отлично. Я уже думал промазал. Осталось немного. Хотя, с другой стороны, там ещё потом появится. А не одну и ту же фразу повторять будет. Нужно оторваться от этих полицейских. Их сейчас куча просто будет, этих полицейских. Ну, на такси от них оторваться возможно. Окей, вот мы и приехали. Вот это то, что надо, да? Спасибо, Джонни, скроемся. И на испанском языке. Я вообще не знаю испанский. Фу, каждый раз, когда вы успешно выполняете здание, Терри Клей становится сильнее, да. Запас здоровья, меткость, скорострельность. Трубовик-обрез у них. Ну, блин, трубовик-обрез это довольно слабое оружие. В игре. Лучше бы было бы что-нибудь понормальнее. Есть еще одна работа для тебя и малька, приезжай. Да. Это последнее на сегодня задание и хватит. По-моему, оно не очень сложно. Женская влия. Андрес, говнюка, цепися от девочки. Оставь ее. О, здорово, Джонни, как жить? Андрес, заткнись. Поехали. Поехали. Да, да. Не, нам нужно ехать, дел дофига. Ладно, в другой раз. Думаю, что стоит в другой раз. Начали тут шудить, начнут по полной. Слышишь меня? Андрес. Слышишь, тебе говорят? Вам нужно избавиться от него, потом Кокс толкнут. Хочешь, что мы у тебя Марту забрали? Можем присмотреть за ней, пока шумих не утихнет. Руки прочь от нее. Ваше дело беречь свою задницу и продавать Кокс. Обо мне не нужно беспокоиться, и о ней тоже не надо. Ладно. Давайте за дело. Выдвигаемся. Адьос. Андрес будет вас ждать. Да, я буду ждать тебя и вообще любого, кто появится. Нужно ехать к площадкам Butterfly. Это где? А, вообще недалеко. Нет, в этот раз, думаю, не пригодятся. Ну, как сам у нас тут посылочка для вас. Точно. Экспресс-доставка. Что, вы катали эту дрянь, да? Попробуй, сам все поймешь. Самый чистый из того, что вы придурки. Смогли достать. Делай свое дело. Давай. Да, улет полный. Что ты собираешься делать? Оставлю, пожалуй, его себе. А вот у нас другое мнение. Это сейчас произойдет. О, ну все, вам теперь кранты. Что вы надеяли, а? Мой байк. Блин, это была подстава. Блин. Какую нахрена, ты нахрена камеру такую включил? А. У нас бесконечное оружие, и мы... Нам надо, не надо, значит, рулить. Мы можем... Ой-ой-ой, осторожней. Да, блин, когда этот туртолет упадет уже, а? А, мотор не полетел там, я надеюсь. Ой, господи, как же их много. Четыре звезды. Да-да-да, я прямо назад и смотрю. О-о-о-о, блин, кошмар какой. короче надо стараться не взрывать машины то они могут вместе с нами взорваться ой так вот она в чем дело там бочки взрывоопасны везде постараемся стрелять по стеклу чтобы они сдохли впереди копы сзади тоже а это спецназ вообще да с двигателем беда произойдет боя они по нам тут стреляют блин они наверно вообще не видят куда едут ох ярко получилось ой как же их много блин здоровья так еще потерять можно все походу нас копы окружают выноси витрины один пик и эти тачки никогда нам не нравились ой блин у нас здоровье на нуле почти а ну здесь то они я думаю не проедут блин не достану я до вертолета это кошмар короче говоря магазина магазин оружия заехал брони взял но блин че они не умирают и сохранение вот я перезапустил миссию сейчас давайте бомбанить там все эх не задела бомба а нет они вылетели туда в море давайте на эти вот вот так и надо прям блин че то камерой неудобно управлять я перезапустил миссию там сохранение на витрине думаешь крутой такой да ох прокатились с ветерком маленьком что пустил да у меня всегда найдется ли тебя местечко джонни можешь как нибудь снять номер на двоих в мотеле джексон я слыхал у вас братвой любите зарулить хардкор да хорош заигрывать ладно воды нужно вернуть это дерьмо лиц увидимся джонни не забывай писать только на этом наверно стоит закончить только можно сесть сюда джонни как все прошло хоть залог то наберется сделка не спасать покупатели решил схитрить а затем появились копы но товар мы забрали знаешь все могло быть гораздо хуже трудные времена настали лучше некоторое время держаться подальше от нас с марта и увидимся ладно только не сходи с ума если увидишь как я растекаю в полицейской тачке с раной с раные времена будут только начинаться ладно на этом все с вас лайкос подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой второй канал и на группу вконтакте всем пока субтитры и и Субтитры сделал DimaTorzok